здравствуйте здравствуйте уважаемые наши гости очень рады всех на заключительной встрече марафона который мы проводим с нашими большими друзьями компании экспертом в области зарубежного образования star academy они уже более 20 лет занимаются успешным успешной организации жизни наших студентов российских студентов за рубежом и делают так что им становится учиться не только эффективно не только здорово не только полезно но и очень комфортно и мы вместе с ними организовали бесплатный марафон образования для наших детей дома или за рубежом сегодня поговорим о наших родительских страхах и о том какие возможности открывает для детей образование за рубежом мы уже поговорили о многом мы поговорили о рисках сепарации мы поговорили в целом об образовательных тенденциях и сегодня пришел момент, когда мы немножечко успокоимся, поговорим об этих рисках и способах их нивелировать, и поговорим об этом с врачом-неврологом, психологом и профессиональным бизнес-тренером Борисом Первозванским. Добрый вечер. Добрый вечер, Борис. И экспертом в области международного образования Эльвирой Креденсер. С удовольствием передаю им слово. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте. Слышите меня, да? Да, пожалуйста, поставьте в чате плюсики, если нас видно и слышно хорошо, чтобы мы знали, что вы здесь и что мы можем начинать. Я могу пока дополнить, что у нас компания не только в России, в частности, я нахожусь в Украине, в Киеве, поэтому у нас еще офисы есть и в Киеве, и в Грузии, поэтому мы такой международный холдинг и отправляем не только студентов за рубеж, да, не только из России, не только из стран СНГ, но и за рубежа, и в том числе из Европы, и из США. Так что мы достаточно в этом плане имеем большие территориальные аппетиты. Так, ну я думаю, сейчас к нам народ будет потихонечку подтягиваться, а мы можем начинать. Ну что ж, тогда... Да. Давайте, наверное, логически, может быть, я так начну. Да, мы сегодня договаривались о том, что мы не будем, в общем-то, очень широко обсуждать, сравнивать с системой образования, проводить какую-то агитацию или дебатировать по поводу, где лучше обучаться, оставаться в стране или отправлять детей за рубежом. Мы немножечко все-таки поговорим о возможностях, которые дают на сегодняшний момент зарубежные учебные заведения. И я предлагаю, в общем-то, в принципе, повести разговор, начать не с образования, не со школ, а вообще с того, что у нас происходит в мире и почему на сегодняшний момент образование несколько меняет свою парадигму, меняет свой фокус. Если можно, на экран презентацию, чтобы подкрепить мое выступление фактами. Презентацию пока не видно. Но пока выводят презентацию, я буду продолжать. Если мы с вами обратимся, например, и начнем точку отсчета, возьмем, допустим, не такую давнюю дату, 2010 год, то, в общем-то, в принципе, так как я занимаюсь образованием за рубежом уже 24 год, то вот, возвращаясь, например, в 2010 год, родители прежде всего ставили задачу или цель, которую преследовали, это поступление в школы, после которых должно логически следовать поступление в университеты, да, и лучше это, чтобы были именитые университеты, там, если брать Америку, Лига Плюща, если брать Великобританию, то это или Оксфорд, или Кембридж, никак не ниже, и поэтому вот мы старались работать большей частью над этой цепочкой, то есть школы, зарубежное среднее образование, которое дальше ведет к поступлению в престижные университеты. Если мы сегодня посмотрим, так сказать, в рамках 2020 года, да, то у нас уже немножечко меняется и акцент самого среднего образования, да, большей частью мы сейчас будем говорить о среднем образовании, и дальше следующий этап – это колледжи и высшее образование, то сегодня вот в связи с теми изменениями, которые происходят у нас в мире, с процессами глобализации, с теми изменениями, которые нам диктует там четвертая технологическая революция, да, на первый план выходит уже не столько теоретические знания, сколько практические навыки, да, как мы их называем там, skills. Вот, поэтому, говоря о том, как среднее образование может помочь подготовить к дальнейшей жизни, мы все больше и больше обращаем внимание, а что за этим последует, какой следующий шаг. Ну вот мы отправили ребенка там учиться на среднее образование в ту или иную страну, да, а дальше что за этим, как выбирать университет, как выбирать колледж, как выбирать специальность. Поэтому на сегодняшний момент, когда мы проводим первые консультации, первые встречи с родителями, мы идем как раз не из точки А в точку Б, а начинаем с точки Б. А давайте с вами подумаем, что вы хотите, что вы хотите от своего ребенка увидеть, представьте себе идеальную картину, да, допустим, вот ваш ребенок, ему там 30 лет, вот чем он занимается. Мы этот вопрос задаем родителям, точно такой же вопрос задаем детям, да, и тогда, ну, возникает логическое такое, скажем так, обратный отсчет. Мы прогнозируем, а сможет ли ребенок вот с той профессией, которую мы проговорили пока по желаниям родителей, остаться в этой стране, получить опыт или какая-то цель, или он рассматривает эту страну для дальнейшей жизни. Поэтому здесь мы логически уже начинаем говорить о возможностях, да, которые предоставляет то или иное образование, или та, или другая страна. Вот вместе со мной сегодня спикер, о котором говорила Ирина, Борис, у него есть опыт, да, и всегда, параллельно у нас всегда вот встает такой вопрос, прежде чем мы принимаем решение, да, вот мы описали возможности, а потом мы должны принять решение, отпускать или не отпускать. Каждый родитель обязательно мучается с этими сомнениями, с этими вопросами. У Бориса пять детей, он достаточно у нас такой вот опытный отец с большим бэкграундом, скажем так, вот, и у него дети учились как в Штатах, так и в Европе. Поэтому вот, Борис, наверное, я сейчас логически первый вопрос задам вам, да, вот первые мысли, которые вам приходили, вспомните, когда, а, во-первых, как вы принимали решение, чтобы отправить ребенка учиться за рубеж, то есть, какие цели вы с разными детьми преследовали, да, и второй момент все-таки, что вас останавливало, и что сподвигало к принятию решения. Давайте вас послушаем. Отлично, спасибо большое. Эльвира меня уже так отрекламировала, что уже больше говорить фактически про себя не о чем, но да, я отец пятерых детей, и доктор, и коммерсант, и бизнес-тренер одновременно, поэтому я поделюсь тем опытом. Эльвира сказала изумительно совершенно уже фразу, что вы хотите увидеть от своего ребенка лет в 30. Я задал себе этот вопрос где-то порядка 15 лет назад, когда моему старшему сыну было 15-17 лет. Вот в этом возрасте я задал вопрос сам себе, что я хочу увидеть от него, а потом я задал вопрос тут же ему, а что ты хочешь? В 15 лет он мне ничего не ответил, а уже в 16 практически сформулировал то, что ему очень не нравится то, что происходит в России. Я спросил, что не нравится? Мне нравится школа, я не хочу в ней учиться. Вообще не хочешь? Да, вообще. Ничему? Ничему. А что ты хочешь? Я хочу попробовать поехать куда-нибудь, поучиться в другом месте. Я говорю, в каком? Я говорю, на, ищи сам, смотри. В результате всего выбора такого, который вот возник, мы несколько раз обращались к теме, а что ты хочешь, а как ты хочешь, а зачем ты хочешь. Сначала у меня был страх, а потом я сказал, окей, вперед. И в результате он с английским языком сдал сам TOEFL и по там квоте, не помню, как она там называлась, уехал в Северо-Западный университет Чикаго и провел там практически два года. Он не остался, он вернулся потом, но это уже другая история. Но, тем не менее, великолепнейший опыт. Я вообще ничего не делал, я могу сказать честно. Я не участвовал ни в чем. Я иногда звонил. В тот момент была связь такая еще интернетная, не очень, но, тем не менее, мы иногда общались, но редко. Он писал, звонил. Я не мешал. Я вообще не мешал. Я не вмешивался. Я корректировал кое-какие серьезные вещи в плане еды, пожелания свои, чтобы не заработать язвенную болезнь на гамбургерах, а все остальное он делал сам. То есть вас послушать вы прям легко так вот раз и отпустите. Вы знаете, я отпустил достаточно легко, потому что я продал прежде всего идею себе. Как коммерсант я себя убедил в том, что я согласен с тем, что пусть ребенок пробует другой опыт. Я прежде всего начал убеждать себя. Не его, себя. Когда я убедил себя, не сразу. Сомнения, конечно, были, но смотря на то, как устроена школа российская, общая, и на первом вебинаре Людмила Петрановская об этом совершенно точно сказала, практически ничего не меняется. То есть начинается такой, по-русски говоря, грузилово, и даже в начальной школе, что потом уже дети, многие ничего не хотят. И происходит это, к сожалению, до сих пор. Не во всех, безусловно, школах, но тем не менее, общая тенденция, такова, что российская школа грузит, грузит и грузит, нацелена все исключительно на сдачу там всяких ЕГЭ и так далее, и так далее. И фактически ничего другого эта школа не дает. Попробовать что-то другое я убедил себя. Когда я убедил себя и продал сам себе это, было уже все просто. Вот так. То есть страхов не было, не связано ни с тем, что мальчишку отправлять, что есть соблазны, самостоятельная жизнь, курение, алкоголь, наркотики. То есть у вас вообще этих вопросов даже в вашей голове не мелькало? Конечно, мелькали. Конечно, мелькали. И как вы с этим справились? Опять, я продавал идею себе. Еще раз. Я думал про наркотики, я думал про сигареты, в тот момент курил, он пил пиво, и все остальное. Куча вокруг уже девочек, он уже был достаточно взрослый человек, он уже познал всю московскую жизнь, все прекрасно. И понятное дело, что когда ты еще видишь другие соблазны вокруг себя, и тем более в Чикаго, в тот момент выходил фильм «Брат-2» и «Брат-1», и все это было еще на этом фоне, он все это увидел, как там изумительно, как там хорошо. Я говорю, а ты не боишься, что там что-то случится? Нет, я ничего не боюсь. В результате, вы знаете, когда он туда приехал, он поселился, у него была у самого уже установка, он не хотел жить ни с кем из русскоговорящих, он поселился в одной квартире, и они сняли вместе с индусом, который немножко плоховато тоже говорил по-английски, но тем не менее, они находили общий язык, и он совершенно специально это сделал, абсолютно сознательно. Это было очень удачно. А возраст, извините, Борис, это какой был? В тот момент, когда он туда уже попал, 18, наверное, уже. 18, да. Да, потому что квартиру снять в 16 лет невозможно. Нет, 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 ему он уже был совершеннолетним, он в тот момент уже был действительно совершеннолетним, но подготовка к этому предыдущего полтора-два года, она шла весьма активно с точки зрения того, что, ну, прежде всего, конечно, английский язык, то есть школьный уровень, несмотря на спецшколу, совершенно никого не устраивал, и меня в том числе, хотя я сам заканчивал ту же школу, он занимался с репетитором, потом вот он готовился именно на сдачу вот этой системы, как она называется, TOEFL, основная, да, где уже, так сказать, корректируется уровень, соответственно, да. Вот таким образом. Так что со старшим ребеночком была совершенно вот такая тема, когда и сейчас, когда я тогда задал вопрос, а что ты хочешь в 30 лет, он сказал, я хочу быть свободным человеком. Сейчас он живет в Москве, и он свободный человек, несмотря на то, что он не работает по той специальности, которую он там получил, но этот весь бэкграунд, вся база, общение, язык, вокруг кучи людей позволили ему прекрасно закрепиться в жизни. Ему сейчас 32. Здорово, спасибо, Борис. Ну, то есть, если продолжить вашу мысль и уже брать историю тех ребят и тех родителей, с которыми нам приходится работать, да, то мы, наверное, логически приходим к такому выводу, что отправляя ребенка на обучение за рубеж, в любом возрасте, помимо приобретения каких-то академических, теоретических знаний, наверное, все-таки большую ценность вот в этом шаге, когда принимается решение отправить, это вот такая определенная школа жизни, да, потому что ребенок, да, ребенок сам принимает решение, берет на себя ответственность за свои поступки, да, существуют какие-то ошибки, которые они там проходят, какой-то опыт и бытовой, и опыт коммуницирования с другими ребятами из других стран, принятие другой культуры, выстраивание отношений, потому что не все и не с каждой национальностью можно решать там путем, так сказать, если это мальчишки, там, каких-то кулаков, каких-то директивных вещей, да, приходится подстраиваться, приходится по ходу пьесы много изучать, что еще радует обычно, если мы говорим сейчас про среднюю школу, потому что уже 18-летние, это более взрослые дети, да, и у них к этому моменту бывают там и поездки за рубеж, и языковые программы, а вот если брать ребят поменьше, да, то здесь и у родителей больше страхов, больше опаски, а у самих детей, ну, в первую очередь, а как я найду себе друзей, потому что их это в первую очередь волнует, и вот умение не просто что-то брать, да, а умение еще что-либо предложить окружающим, это тоже достаточно, в общем-то, хороший опыт, и даже ты видишь, как ребята уезжают, например, провожая их в августе, даем там им последнее напутствие, рассказываем, готовим их, и приезжают они на первые каникулы рождественские, ты видишь, когда открывается дверь, что ребенок, который просто заходил, боялся, где-то стеснялся, первое, что ты видишь, это улыбка на лице, да, то есть это все равно даже другая манера поведения, это дети, которые уже расслаблены, это дети, которые уже за короткий период, но они уже более уверены в себе, потому что за этот даже короткий месяц, два, три, которые они там были до первых каникул, они все равно маленькие победители, потому что они смогли жить без родителей, потому что они уже научились решать какие-то первые проблемы, которые у них были, первые вопросы, которые у них возникали, потому что они уже все равно отличаются от своих сверстников, потому что им есть что рассказать, а это очень важно для подростков, так сказать, повыпендриваться в разговорах. Обязательно. А вы сейчас, Эльвир, про какой сейчас возраст говорите? 15-16? Ну, в принципе, чаще всего, если говорить о возраст, в котором комфортнее всего отправлять детей за границу, да, то, ну, во-первых, во многих странах есть еще и ограничения определенные, это связано с неразрывными программами, если мы говорим, например, о той же Великобритании, да, там не очень удобно разрывать программы, там GCC, которые два года, или Level, поэтому самый удобный такой комфортный возраст, это поехать до начала вот серьезных программ, когда идут уже серьезные экзамены. То есть это 12-13 лет, в этом возрасте уже подростки, у всех, конечно, это все индивидуально, я отправляла, например, ребенка и 6 лет, и 8, и 9 лет, да, и они прекрасно справлялись, а были дети 17 и 18 лет, которым приходилось все время оказывать сопровождение и помогать даже и в университете на первом курсе, и в школах решать вопросы. Поэтому, конечно, все индивидуально, но самое такое вот усредненное, если брать, то это все-таки 12-13 лет, при том, что я скажу, что мальчишки всегда легче адаптируются, да, потому что они более спортивны, у них больше тем, где они могут себя проявить. Но если двигаться дальше, говорить, да, то, в общем-то, в принципе, вот вы, Борис, уже начали, да, и вы большей частью как раз отметили не те знания, которые он получил, да, ваш сын, и не ту специальность, по которой он не работает, а то, что он сумел себя найти и решить глобальную вашу там задачу родительскую, вашу цель, то, что он свободный человек, я думаю, что он свободный во всех отношениях, то есть он знает, как ему и материально быть от вас независимым, надеюсь. Абсолютно, абсолютно. Это случилось как раз в тот момент. Это случилось именно в тот момент. Он с того момента стал полностью, фактически полностью независимым абсолютно, включая то, что все карманные деньги он зарабатывал там сам. Вот так. Да, вот причем, что вот самое интересное, что когда ребята уезжают, у них первое, что в их голове меняется, это о том, что совершенно другая ценность с деньгом происходит, о том, что всегда есть вокруг возможности, где это можно зарабатывать, при том, что есть как положительный, так и отрицательный момент, на чем они пытаются зарабатывать. Но вот здесь дальше, если мы когда будем двигаться по моей презентации, там как раз вот один есть пример, где ребенок, мы его отправили буквально учиться, он уехал в январе, когда он приехал в марте на первые каникулы, вернулся из школы США, Lake Forest Academy, очень такая интересная, достаточно высокоакадемическая школа, они не просто так берут детей, то есть им мало одних результатов, например, TOEFL, они еще просят сдать специализированные экзамены SSAT, вот, и для того, чтобы ребенок не терял год, нужно закрыть было кредиты по английскому языку. И мы смогли договориться со школой, так как у ребенка был достаточно хороший, высокий английский, он успешно сдал и SSAT, и TOEFL у него выше 100 баллов был TOEFL, это очень хороший результат даже для университетов, но закрыть кредит нужно было, и школа не только смотрит на сертификаты, но еще смотрит, так сказать, что ребенок из себя представляет. И когда он туда приехал, он быстро очень сориентировался, нашел друзей, и вот как раз вот вместе с парнем из Татарстана, кстати, из Казани, вот они очень быстро решили, что те знания, которые они вот здесь в школе берут на занятиях, их можно очень успешно применить, и организовали компанию по выпуску свитшотов, и вот дальше там на моих слайдах мы сможем увидеть уже их готовую продукцию, у них уже есть аккаунт в Инстаграме, они уже пытаются, так сказать, делать первые продажи. Ну, конечно, я пообещала, что мы первым офисом готовы купить первую партию и одеться в свитшоты ребенку, которому ты помогаешь сделать будущую карьеру. Это как раз то, о чем Петрановская говорила на первом вебинаре, что проектная деятельность в российской школе, она никакая, вот это как раз была та самая проектная деятельность, которая приводит к конкретному результату. Кстати, вот это в американских школах и в других, и в Европе тоже очень радует. Да, я могу привести пример, да, могу привести пример, опять-таки, если мы будем двигаться дальше, вот уже по теме нашего выступления, что именно американские школы, они стараются в своем компоненте, да, то есть, да, школы СНГ и в России, и в Украине, и в других странах, они пытаются тоже каким-то образом сделать вот эту вот добавочную часть к теории, да, то есть у нас есть, существуют там теоретические, да, и мы достаточно много грузим своих детей именно теоретическими знаниями, но весь блок сайнс у нас, соответственно, да, он немножечко в другом русле идет. Но вторую часть, вот если мы возвращаемся к теме нашего сегодняшнего вебинара, это возможности, то вот эти возможности, прежде всего, акцент смещается именно на практику. А как ребенку объяснить, например, что такое там, допустим, там, финансовая биржа, да, как она работает? Поэтому вот в американской школе, например, Perkerming School, да, вы там спокойно можете найти, то есть ребенок может записаться в институт предпринимательства, и там обязательно будет, так сказать, бизнес-проект, который от начала до конца ты проходишь как нормальная компания. Но это не просто детский сад какой-нибудь, там, курочка снесла яичком и продали там яйца населению, да. Это будет, проект рядом будет, действующее кафе, например, где будут живые посетители, реальные посетители. Или если, например, взять, ну, те от частных школ, например, рассмотреть Канаду, то в государственных школах, да, то в государственных школах, помимо учебы, обязательные компоненты, лэксис, да, это дополнительные такие занятия, которые исключительно дают возможность получить профессию. Эта профессия будет завершаться документом, то есть сертификат, ты получаешь сертификат помощника, да, и можешь работать, начиная от СТО, где реальные машины можно ремонтировать, дальше ты можешь быть помощником продюсера, ты можешь заниматься ландшафтным дизайном, ты можешь быть помощником воспитателя. Это взрослый подход, и дети очень на него хорошо реагируют, при том, что спектр профессий может быть самой интересной. Поэтому, да, в наших школах тоже там были и УПК всевозможные, и мастерские, и уроки труда, но это было немножечко не так. Здесь все равно образование, оно быстрее идет за спросом жизни, да. Например, если мы будем говорить, что сейчас в высшем образовании, буквально на днях я прочитала сообщение, например, топ-50 университетов, которые, 42 из которых на сегодняшний момент на уровне программы Бакалавра предлагают курсы, которые связаны с блокчейном, криптовалютой, да, не потому что это такой прям вот спрос времени и так далее, потому что на сегодняшний момент компании ищут таких специалистов, специалистов, ищут специалистов, а взять их неоткуда. Поэтому не только, например, университеты, там, Стэнфорд, да, тот же там национальный университет Сингапура, шведская бизнес-школа предлагает такие курсы, именно отталкиваются от того, что на сегодняшний момент не только специалисты IT-технологий, да, но и гуманитарные специалисты изъявляют желание, и приводится, например, такая цифра, что в 2014 году, когда профессор начинал читать в бизнес-школе, этот курс к нему записалось всего там 34 человека, в 2018 году уже 280 человек, да, это говорит о том, что популярность растет, компании в первую очередь разбирают таких специалистов, а студенты понимают, что если ты хочешь получать опыт, найти работу, то ты должен уже сегодня выбирать не одну специальность, а комбинировать, при том, что этот курс не обязательно будет заканчиваться степенью, да, этот курс ты можешь получать параллельно, и по выпуску с университета ты уже становишься специалистом широкого профиля, то есть юрист со знанием, там, кибербезопасности, например, работой с электронными деньгами, да, поэтому... Я даже не беру такие высокие материи... Я даже не беру такие высокие материи, но это на самом деле очень интересно. Хотите практически еще один пример из этой же серии? Моя средняя дочь... Ну, если это связано с детьми, да, давайте. Моя средняя дочь в прошлом году провела почти полтора года в Норвегии, в обычной общей школе, государственной, в девятом, восьмом-девятом классе, ей было 15-16 лет. Она, мало того, что, так сказать, приобрела совершенный опыт, она жила в семье, во-первых, все говорят по-английски, плюс она еще поучила немножко норвежский, плюс она на половину француженка, поскольку и мать француженка, и это полностью обогатило все. Во-вторых, это был практически опыт такой, что вот та самая проектная деятельность, то есть у них... Понятно, что это Норвегия, понятно, что это вокруг моря, фьорды и все остальное. Ребенок, это уже не ребенок, это уже взрослая девушка, она научилась за 9 месяцев все технологии производства рыбы в любых видах, от консервов до копчения, до технологий, до химии, до пищевых ингредиентов, до возможностей, как надо правильно паковать, то есть это фактически готовый химик-технолог, помощник, просто на полную катушку. И как раз вы сказали о том, что ребенок счастливый, вы приезжаете и потом на Рождество. На Рождество, на прошлое приехала, мне привезла вот такую вот лососину, которую мы там съели за 15 минут, все облизывались, полная программа. Она была счастлива до невозможности просто. Вот вам, пожалуйста. Эльбиро, Борис, давайте потихонечку дальше по презентации двигаться. Конечно. Наши пользователи очень много вопросов, они страждут. Давайте. И в чате уже есть некоторые вопросы. Ну, попозже, наверное. Да, давайте, может быть, давайте проносить на какие-то вопросы. Спрашивают, интересно ваше мнение, не знаю, насколько она правда в темах вебинара, ну, давайте попробуем разобрать. Возможно ли родителям в российской школе организовать приближенное к зарубежному обучению хотя бы для класса своего ребенка? Вопрос к кому? Ну, на самом деле, опять-таки, дело в том, что ведь одно дело возможности теоретически, второе дело практически. Практические возможности, как правило, будут связаны с профессионалами. Да, то есть это люди, которые понимают, как это имплементировать, как это внутри в систему, так сказать, включить. Да, потому что, как правило, если посмотреть компонент расписания российских школ, то он достаточно сильно перегружен, а всегда есть норматив по часам. Поэтому для того, чтобы, если сравнивать, например, хотя мы с вами договаривались не сравнить системы, но говорить о том, как построен школьный день в государственной ли школе или в частной, в частной будет отличаться немножко, то там всегда будет несколько компонентов. То есть учеба, обязательный спорт, обязательно ты должен выбрать себе, потому что ты, ну, если ты живешь и учишься на территории школ, тебе ездить никуда не надо, и это очень хорошо сокращает время. Да, и ты имеешь возможность заниматься и творчеством, попробовать себя, и попробовать себя в какой-то либо проектной деятельности, предпринимательской деятельности. Да, поэтому, в общем-то, в этом плане, как имплементировать вот стены школы. Да, наши школы пытаются тоже что-либо предлагать, да, но с другой стороны, если вы посмотрите, вот если Андрей полистает немножко следующий слайд, да, вот, Андрей, можно презентацию полистать? Я презентацию не вижу. Вот я хотела показать на примере, там есть фотография, где ребята склонены над медицинским столом, да, это вот туда немножечко подальше, еще, 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 с картинкой слайд, да, да, вот этот слайд, да, вы видите, то есть это обыкновенная школа, да, оно частное, не государственное, частная школа, да, где вот такой вот, так сказать, даже не 3D, да, это стол такой, скажем так, он объемный, где здесь ребята могут спокойно на предмете, да, предмет, который переходит сразу в практику, да, и практика изучается, вот вы когда видите перед собой, так сказать, и тело человека, и все его органы, и это можно листать, это можно рассматривать, то, соответственно, уже речь не идет о вызубренных параграфах, да, и сложной терминологии, а вы на практике сразу это запоминаете, потому что все равно эмоциональное запоминание, когда вот есть возможность смотреть, это вот опять к тому, как уход только от теории, уход к практике больше. Поэтому вот когда Борис рассказывал о дочери, которая сразу там на нескольких языках говорила, и сразу ей приходилось овладевать несколькими культурами, если мы вернемся к требованиям и сделаем с вами такой экскурс, 2030 год, какие будут специалисты нужны, востребованы, кого будут искать компании, то одним из критериев по качествам, которые будут искать будущих специалистов, есть межкультурная компетентность, да, то есть это умение находить общий язык в международной среде, умение подстраиваться под те культуры, которые есть, это все равно особенность, потому что если, например, посмотреть, когда вот мы приезжаем в международную школу, или в любую там бординговую школу, в любую страну, Канада, будь то США, будь то Великобритания, это те страны, куда больше всего отправляют своих детей, и мы смотрим, насколько даже по тому, когда ты идешь по школе, насколько дети отличаются, ни для кого не секрет, что азиатские культуры это более замкнутая культура, да, и они стараются друг с другом держаться, так вот взрослые люди как раз стараются и селить ребят, чтобы были ребята разных национальностей, и во время как раз вот бытовых вопросов больше всего и появляется настоящая дружба, больше всего проявляются, вот это идет трение, когда ты приспосабливаешься к другой культуре, потому что все по-разному относятся, и начиная там самых интересных, там, гигиенических вопросов, когда там, например, ребенок, мама прибегает и говорит, что, боже мой, что делать, значит, вот там представитель одной из азиатской страны, все время волосы, значит, свои там бриолинит и такими запашистыми, так сказать, парфюмами пользуются, что мой ребенок прям вот не может с ним в одной комнате жить, да, вот как сказать, прибегнуть к помощи взрослых или самому выстроить отношения, очень много вот таких вот вещей, которые во время взросления, во время пребывания в школах тебе дают неоценимый опыт, который ты потом можешь применить, были очень интересные истории, что вот парень поехал, например, на языковой курс в Великобританию, просто подтянуть свой английский язык, там был парнишка из Китая, вот они подружились, ну, в течение целого месяца, конечно, там возраст один, опять-таки свободное время вместе проводили, в спорт играли, спустя какое-то время парень возвращается, начинает работать и попадает в международную компанию, его отправляет в командировку, говорит, ты знаешь, вот очень сложно выстроить отношения, никак у нас с партнерами бизнес не наладится, и каково же его было удивление, что он в этой компании встречает ребенка, с которым был на языковых курсах, и сразу, соответственно, вот так вот, бывают такие случаи жизни, сразу и налаживается и бизнес, и отношения выстраиваются, и вот такой детский опыт. Да, Эльвир, у нас очень в тему вопрос следующий, Александр спрашивает, следите ли вы за окончанием, как живут дети после окончания зарубежного колледжа, возвращаются в Россию, остаются ли там, если возвращаются, как они находят себя здесь, находят? Ну, так как я нахожусь в Украине, поэтому я по России, конечно, меньше могу сказать, ну, то есть мы, конечно, следим, могу сказать, что процент ребят, которые возвращаются, очень маленький. Почему? Потому что изначально, когда мы разговариваем с ребятами, да, с родителями, и прежде чем принять этот шаг, да, я еще раз вернусь к началу, мы говорим о том, что мы прогнозируем, насколько у ребенка есть шансы остаться, если он ставит такую цель получить, например, какой-либо опыт, да, поэтому если все правильно выстроить свою стратегию обучения, то есть в школе, дальше в университете, в колледже, поэтому одним из самых главных критериев это будет раннее начало работы, то есть получение опыта. Здесь бывают стажировки, стажировки бывают большей частью на первых парах неоплачиваемые, к этому надо тоже быть готовым, потому что тебе пока еще нечего предъявить работодателю. Но если вот двигаться правильным путем во время студенчества работать, к третьему курсу ты, как правило, уже можешь что-либо презентовать, уже давать своему работодателю, то к окончанию бакалавра, как правило, все ребята, более-менее те, которые ставили себе правильные цели, они и имеют работодателю. Англичан, например, ходит такая пословица, если ты во время бакалавриата не нашел себе работу, значит, ты дурак, идешь на магистратуру. Да, поэтому в этом плане, в общем-то, ну, по визе в Англии, да, ты после магистратуры можешь находиться полтора месяца и все, до свидания. Поэтому в любом случае те ребята, которые хотят получить опыт, хотят там оставаться или возвращаться, но возвращаться уже с каким-то багажом за плечем, они это делают. Те, которые проходили, так сказать, и оставались в детской матрице, да, то есть никто не ждет, ковровую дорожку никто не растилает, и на сегодняшний момент работодатель уже не так строго смотрит на твой диплом и на имя университета, который ты закончил. Тем более магистратура во многих странах предполагает наличие опыта работы. И только тогда ты можешь попасть в хорошую магистратуру или в магистратуру, например, в тех же Соединенных Штатах Америки, большей частью, так как там в основном частные университеты с хорошей базой, и ребята стремятся попасть именно в такие университеты, то магистратура будет привязана очень часто, например, к конкретному гранту, к исследованию, где, например, условно получает университет тему сопротивления крыла, да, и тебе надо пробовать новые материалы, то во время написания своей диссертации магистрской, да, ты имеешь возможности ходить на тот же завод, на то же предприятие, на тот же Boeing, и, как правило, пока ты делаешь исследования, пока ты проводишь какие-либо замеры, опыт, и ты к моменту своей диссертации уже знаком и с персоналом, и спокойно, так сказать, уже можешь двигаться, подавать свое резюме и оставаться на этом предприятии, работать. А вот те ребята, которые возвращаются на родину, будь то там в Россию, в Украину, как правило, они подают резюме уже в международные компании. У нас, мы отслеживаем абсолютно каждого своего, так сказать, студента, да, потому что, ну, это долгие истории, особенно если с ребятами ты отправляешь ребенка там и в 11 лет, и в 12 лет, и потом иногда школу заканчивают в одной стране, а в университет подается в другую страну, ты все равно, в общем-то, на связи и помогаешь, очень часто родители к нам за советом обращаются. Поэтому те, которые возвращаются, мы тоже смотрим здесь, в какие они компании, на какие они позиции идут, ну, во-первых, у них изначально уже решена проблема как минимум с двумя языками, да, потому что если учиться на английском, то второй европейский язык обязательно присутствует. Следующий момент, у них все равно уже есть вот этот навык, skills, да, именно международного общения. Они, во-первых, знают уже многие бизнес-процессы, потому что, ну, все предметы, да, они очень часто идут в формате кейса, когда ты работаешь в команде. Поэтому с такими специалистами, которые возвращаются на родину, как правило, они привносят с собой не только знания, они привносят с собой еще стиль, атмосферу и уже вот такие бизнес-навыки. Вот Борис может рассказать тоже, включиться, рассказать, например, как его сын изменился после того, да, и как он даже с родителями общается, так же он общается, и насколько он быстро нашел работу. А можно мы, Борис, сначала вопросы сейчас-то зададим? Давайте, конечно, как скажем. С удовольствием. Как я понимаю, к Борису вопрос, как вы решили вопрос со старшим сыном и армией? А потом, если можно, перейдем к рискам и как продать себе идею отпустить учиться за рубеж ребенка? Пойдем к презентации, очень волнует людей это. Вот, как с армией решили? Как решили с армией? Ну, я не буду рассказывать прям совсем все, но решали с армией. Он был в институте, немножко где-то косили, где-то чего-то. Я не давал взятки в военкомате, нет, но в результате, так сказать, разных махинаций, небольших, так сказать, ухищрений, он этого дела все-таки избежал. Он очень этого боялся. Ну, пришлось им каждый раз, так сказать, каждый призыв что-то где-то там бегать. Ну, я не могу сказать, что это какое-то там дезертирство или уклонение, но тем не менее, он просто физически не присутствовал, ну и все. И на этом как бы потом... Ну, на самом деле, абсолютно официально, то есть, любое учебное заведение зарубежное предоставляет справку о том, что ребенок учится за рубежом, и это есть, так сказать... Нет, когда он уже поступил, там уже было все проще. Да, я думаю, что вопрос как раз о том, дает ли это отсрочку от армии обучение за рубежом, то есть дает, да, верно? Ну, это, ну, конечно, дает. Я не знаю, я не знаю, и школа дает, и колледж, и университет. Абсолютно точно, да. Давайте тогда сейчас... Ну, во всяком случае, у нас все мальчишки, да, которые учатся, да, этот документ мы предоставляем, и очень часто родители обращаются, мы предоставляем от учебного заведения такой документ. Давайте теперь о страхах и рисках. Можно дальше двигаться, да? Да, 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 даже нужно, очень ждут. Да, ну, соответственно, мы не столько о страхах и рисках, мы все время на негатив как-то пытаемся, мы все-таки хотим говорить о том, что есть в первую очередь возможности, да, и использовать эти возможности имеет смысл с учетом, так сказать, вот тех изменений, которые происходят. Страхи, они всегда будут идти параллельно, и любые страхи, конечно, они решаются, но, опять-таки, все зависит очень сильно от целей, очень сильно зависит еще от поддержки. Почему все-таки, опять-таки, нужно решиться, да, вот я из своего опыта, как мама могу сказать, у меня дочка была, да, я отправляла ее учиться в 12 лет в Великобританию, и, в общем-то, в принципе, мне вот как маме было легче принять это решение, сложнее было принять моему мужу, вот у нас единственная дочь, он сам прожил 7 лет в Америке, и насмотрелся там всего, поэтому в каждом, так сказать, движении все время там пытался находить какие-то подвохи, поэтому в любом случае, опять-таки, мальчишек проще отпустить, девчонки тяжелее это делают, но с другой стороны, девчонки быстрее адаптируются, потому что они более прилежные, более такие дисциплинированные, и они больше акцент делают на учебу, мальчишкам вообще больше подходит, на мой взгляд, и вообще по статистике, им проще находиться, вот без семьи, они быстрее адаптируются, потому что быстрее находят друзей, больше участвуют в спорте, больше двигаются. Почему все-таки имеет смысл в том или ином возрасте дать такую возможность и дать такой шанс? Потому что на сегодняшний момент, ну, мы опять-таки будем видеть, как меняется само образование, и не всегда надо учиться, может быть, там, 5-6 лет, может быть, идти коротким путем, и сегодня и учебные заведения подстраиваются, а может быть, не всегда и нужно получать именно образование, но дать возможность получить опыт, а его можно получать и на коротких программах, отправляя, например, на программы обмена, да, потому что программа обмена существует во многих странах, есть и вот программа Flex, ее сейчас в России нет, в Украине она есть, мы как компания такую альтернативную программу делаем, платную, да, она не так дорого стоит, там 8,5 тысяч долларов, это с проживанием и с обучением, но вот отправляясь на такую программу обмена, да, ребята очень быстро взрослеют, потому что живут в семьях, все равно они входят в государственную школу, это не частная школа, где более элитное такое образование, но после таких программ ребята возвращаются уже с четким пониманием, где бы они хотели учиться, как правило, это все равно будет какой-то европейский вуз, вот, они понимают, что не всегда путь к успешной карьере, к интересной работе, это не всегда высшее образование, они не боятся рассматривать колледжи, да, и вот если посмотреть там вот на презентацию, у меня дальше есть такие интересные животные, да, единороги мифические, я специально опять-таки поставила туда этот слайд, потому что вот это как альтива вот к классическим компаниям, да, то же самое, как есть классическое образование, да, а есть вот практическое образование, так и компания, если посмотреть, Андрей, можно там слайд нам, да, где у нас единороги прыгают, да, и если мы посмотрим на название этих компаний, единорожки, которые называются, это те компании, которые меньше чем за 5 лет сумели заработать миллиард и более долларов, да, то вот это компании такие, как Uber, да, всем известные, как Iron B&B, да, и могу сказать, что, например, там, тот же WhatsApp, которым мы все успешно пользуемся, да, собственник не имеет высшего образования, да, он имел опыт жизни в США, соответственно, да, имел, так сказать, единомышленников, учился в колледже, но вот, опять-таки, не всегда лучшее образование ведет вот к таким вот, так сказать, успешным проектам, которые тебе потом дают возможность двигаться, да, поэтому, если, например, посмотреть, опять-таки, как это делают зарубежные школы, да, то мы видим, что, во-первых, школы все бывают очень разные, есть большой выбор, и здесь все зависит, опять-таки, от желания родителей, можно выбирать с более углубленным изучением, там, искусств, больше, опять, практических навыков, а можно вот выбирать, если там сейчас Андрей полистает нам слайд, где мальчик изображен около такого котла, где топит дровами, это частная школа, которая стоит больше 50 тысяч долларов в год, но вот некоторым родителям хочется, чтобы дети прошли вот такой вот экспириенс, получили такой опыт, где вся школа будет зависеть от того, какая сегодня бригада дежурит, насколько у них слаженная команда, и если они, например, не растопили котел, то вся школа осталась без горячей воды, без возможности приготовить себе пищу, да, и, соответственно, все будут голодные. И вот когда мы, будучи в этой школе, спросили у одного из ребенков, слушай, а почему твои родители выбрали такую школу, занимала ей такие деньги, вот, ну, мальчик пошутил, да, вот, да, спасибо за этот слайд, мальчик пошутил и говорит, наверное, они меня не любят, а потом говорит, с другой стороны, я им очень благодарен, потому что вот то преодоление, которое я здесь прошел, это мне большой бонус в жизни, я дальше уже все что угодно смогу пройти, потому что я голодным был, так сказать, и до драки доходила, ну, то есть я к чему веду вопрос, о том, что школы есть разные, в зависимости от того, какую цель мы хотим решить. Вот на следующем слайде вы увидите, Андрей, можно следующий слайд, да, где вот мальчишка, о котором я рассказывала, там вот живая страница из Инстаграма, где ведутся, вот есть такой опыт, когда предпринимательство больше. Ну, дальше, если говорить о родителях, могу сказать, что еще за рубежом, так как дети находятся без родителей, отдельно еще и школа, да, она старается работать с родителями, сработать с родителями с точки зрения, что на сегодняшний момент у нас большое влияние на детей оказывают соцсети, да, и все наши дети находятся во всевозможных аккаунтах, и в Фейсбуке, и Инстаграм, и Твиттере, очень много времени там проводят, да, и родители не всегда успевают за своими детьми. Презентацию можно, там вот, там очень интересные высказывания есть. Пока там есть слайд по поводу ликбезов с использованием социальных сетей, я просто расскажу, как еще школы работают непосредственно не только с самими детками, но именно с родителями. Они рассказывают, какие существуют течения, выкладывают на родительских порталах ссылки, где можно пройти, где можно посмотреть, потому что не всегда родители знают, где ребята находятся, да, особенно вот активный возраст 13, 14, 15 лет. И было очень много веяния, мы все через это прошли, да, когда там было и сообщество там синих китов, и встанет там в 4.30, когда они объединялись в группы, в контакты, да, и начинались вот такие психологически зависимые вещи. Поэтому вот чем хорошо еще за рулем, что это все время держится рука на пульсе, и для родителей, те, которые находятся не в стране, для них выкладывается, отправляется специальная информация, чтобы родители тоже вовремя были в курсе. А еще сказала, если мы будем продолжать тему возможностей, что вот та тема, которая, к сожалению, в наших странах еще очень сильно остается, если все другое мы пытаемся делать, там и проектную деятельность, и какие-то практические вещи давать, и предлагать ребятам на стороне или внутри школы, то вот все, что касается темы детей с ограниченными возможностями, да, из, ну, специально называется школой со специальными, так сказать, такими навыками, да, очень много, во-первых, диагнозов, которые у нас просто в стране, нету специалистов, которые должны это продиагностировать. Один из самых распространенных, да, это синдром гиперактивности, да, и, в общем-то, нам просто кажется, что у ребенка такой темперамент, на самом деле гиперактивность – это уже есть определенный вид заболевания, да, и для таких детей надо совершенно по-другому строить и общение, и другой персонал должен работать, или, например, очень распространенная дислексия, когда для выполнения заданий, да, дается дополнительное время, да, и, например, там вот Леонардо да Винчи, там певица Шер, да, и Брэнсон, все страдали дислексией, но стали достаточно успешными людьми, да, на самом деле, ну, то есть не было для них ничего дано, но опять-таки рядом оказывались очень хорошие и правильные взрослые люди, которые помогали для преодоления каких-то вот таких вот вещей. Поэтому вот зарубежные школы, особенно Великобритания – это страна номер один, которая очень много диагнозов предлагает, и специальные, так сказать, или внутри школы будет это сделано, или отдельная школа, которая и персонал будет работать специально, и сами дети, и будет помогать трудоустраивать там это, и аутизм, и синдром там Аспергера, да, и эпилепсии, и все там разные градации, есть любых нарушений. Поэтому, в общем-то, в принципе, для такой категории детей это тоже возможности, вот тоже за рубежом можно двигаться. Эльвира, а можно вопрос? Ну, если уже так сказать. Эльвира, а можно вопрос, который у нас из почты пришел, и очень в тему. А кто вообще оказывает детям медицинскую помощь? Вот как это устроено? Ребенок заболел? Ну, каким-нибудь там рядом гриппом? Что происходит дальше? Ну, в разных странах, соответственно, все это по-разному происходит, да, есть очень много, так сказать, выдумок небылицы, в то же время, вот истинная картина, то, что касается Великобритании, да, есть такая пословица, у нас нет, да, больных, у нас все здоровые, но на самом деле, в общем-то, в принципе, от всех болезней всегда давали там парацетамол, а сейчас у нас большой прогресс, норофен дается, да, поэтому мы всегда, так сказать, готовим родителей, как быть в этом случае. Во многих школах находится медицинский центр, там, где нету медицинского центра на территории школы, там всегда будет круглосуточно медсестра, но есть такая особенность, что медсестра не имеет права назначать лечение, поэтому, во-первых, у всех детей за рубежом есть медицинская страховка с очень достаточно хорошим покрытием. Во-вторых, всегда, значит, соответственно, по страховке, да, всегда можно записаться на прием, на частный прием, но не всегда это, так сказать, быстро выполняемо, да, были случаи, когда не так быстро детей привозили на прием, поэтому обычно в этом случае, когда родители сразу звонят нам, мы связываемся со школой, и наше категоричное всегда решение, пожалуйста, вы организуйте, то есть всегда в школе есть депозит, с которого можно оплатить визит к врачу, то есть всегда есть депозит на непредвиденные расходы, вот, и в экстренных случаях всегда есть визит, всегда есть анализы, и дальше мы уже совместно, школа родителей, мы принимаем решения, еще в этот процесс очень часто включаются опекуны, поэтому несовершеннолетний ребенок за рубежом всегда имеет опекунов в разных странах по-разному, то есть в Великобритании это опекунская организация или опекуны, или родственники, достигшие 21 года, в других, в Европе, это 25 лет требования, вот, поэтому всегда есть взрослые, которые четко знают свои действия, то есть в школе, соответственно, опекуны, если сама школа не является опекуном, и родители с нами, это мы подключаемся, если какие-то вопросы не так быстро решаются, и надо что-то уточнить, чтобы успокоить родителей. Я так поняла, что опекун потом следит за выполнением предписаний врача некоторым образом, или ребенок должен сам? Да, да. Ага, еще есть вопросы с Шата? На территории, да, я немножечко поясню по опекунам, чтобы была ясность, да, то есть опекун, это представляет интересы родителей, потому что ребенок несовершеннолетний. И во многих странах, например, да, в той же Великобритании, некоторые школы требуют, даже если тебе исполнилось 18 лет, у тебя все равно должен быть опекун, пока ты находишься в школе. Поэтому бывают и такие вот требования. Да, да. У меня вот так и было в Норвегии, девочка жила в семье, и папа и мама, это были как бы два опекуна фактически, со стороны как бы родительской в том числе. Сломала руку один раз, ничего страшного, все, позвонили мне там, фотографию приснали, никаких проблем не было, все было хорошо. То есть там все. И еще один вопрос, тоже похожий, про то, как вы включаетесь. Тут Александр спрашивает, если обращаться к вам за помощью, имеется в виду помощь в организации учебы ребенка за границей, берете ли вы на себя юридические нюансы, условия расторжения контракта, штрафа, право ребенка вернуться и так далее? Да, да, да. Очень часто, да, нашим родителям сложно понять, потому что за рубежом нет такого понятия, как вот у нас привыкли там договора, контракты. Есть такое понятие, как эгримент, то есть соглашение, где прописываются правила поведения, да, и некоторые эгрименты там составляют там больше 20 листов. У нас, к сожалению, по ментальности наш народ не привык вчитываться, особенно если это еще на английском там языке, да, не хватает языка. У нас существует такая услуга сопровождения, где она начинается с того, что мы говорим, давайте мы прочитаем правила движения, потому что существует система наказаний, да. Например, там после третьего наказания его уже тебе не объявляют, а тебя просто исключают. А за нарушение там условий, там, например, связанных с употреблением наркотики, есть еще и депортация, да, и тогда не въезд в страну не только ребенка, но и родителей на 5 лет. Поэтому вот правильно прочитать контракт. И дальше рассказать о финансовых рисках, да. Иногда, например, родители не обращают на это внимания, да. У тебя может быть возвратный или невозвратный депозит, и будет все зависеть от того, когда ты написал письмо о том, что ты по каким-то причинам или школу меняешь, или прекращаешь обучение. Да, мы всегда включаемся, всегда помогаем. И, в общем-то, ну, пока еще за 23 года у нас не было случая, когда мы проиграли, если все сделано вовремя, да. То есть если мы видим, что родитель там условно за месяц решил там или школу поменять и так далее, то мы изначально говорим, давайте мы посмотрим и гримом, да. Но вот тех родителей, которые мы ведем, обычно мы с этого начинаем, с документов проходим и говорим, обратите внимание, мы вам перевели вот эту часть. Поэтому если вдруг вы там принимаете какое-то решение, ну, потому что иногда там на одну программу берется одна школа, да, а уже перед университетом школу можно брать уже под свои какие-то цели, да. Но об этом ты должен предупредить, чтобы у тебя не пропал депозит, потому что в некоторых школах депозиты – это стоимость целого семестра. Да, поэтому, да, мы ведем и помогаем. Спасибо. Можем двигаться дальше? Да, можем, у нас пока нет вопросов в чате. То есть есть, знаете, ну, может быть, вы его коснетесь. Давайте я его озвучу. Какие, это вопрос Кальвири, в какой стране какие особенности образования? Мы сейчас будем это разбирать или коснемся чуть позже? У вас как по плану? Ну, опять-таки, очень широкий такой вопрос. И этому, конечно, можно посвятить целый, так сказать, отдельный вебинар. Но я так точечно могу сказать, да, скажем так, из опыта родителей, какие страны выбираются в зависимости от преследуемых целей, да, и какие типы школ. Потому что, еще раз, у нас есть школы государственные, где мы тоже можем учиться. В некоторых странах вообще, в такой стране, как Австрия, мы можем вообще в государственной школе учиться бесплатно. И родители платят только за проживание, за резиденцию. В гимназических классах уже идет доплата, да, и там уже есть специализация. Там уже будет плата, но она тоже, поверьте, не такая большая. Там, да, 500-600 евро в месяц. В некоторых российских школах, особенно в московских, это во много раз дороже. Но там закрывается вот эта академическая разница. Поэтому, опять-таки, например, в Канаду большей частью и канадские государственные школы очень высоко стоят, из всех восьми вот стран там, например, они государственное образование в Канаде – одно из самых эффективных, потому что в государственных школах есть и программа IB, да, International Bachelor of Diploma, которые уже тебя готовят к определенным таким вот, так сказать, мы называем эту программу недостуденческая, да, потому что там очень много самостоятельной работы. Канаду выбирают, как правило, с целью дальнейшей эмиграции через образование, да, потому что когда ребенок уже получает вид на жительство, он может к себе пригласить сразу папу или маму там близкого родственника. Америку выбирают для детей, которые образные, которые, так сказать, чувствуют в себе уровень самостоятельности, потому что американские школы предлагают очень много практических программ, да, они связаны и с тем, что в школах, например, строят самолеты, которые продают населению. Школы, например, там, где у нас сейчас ребята учатся, осенние, например, они собирают электромобили. То есть это вот страна таких больших возможностей, где очень много практического применения, где такая, скажем так, агрессивная среда, где надо двигать локтями. То, что касается, например, Британии, это классическое образование, да, и там, в общем-то, в принципе, многие школы перенимали именно британскую систему образования, и там больше упор на академизм. Поэтому вот, если так точечно пройтись, да, в Европе могу сразу сказать, что, например, мы не можем получить в Германии, мы можем находиться по программе обмена, можно поехать туда на 10 месяцев в государственную школу, получить опыт, получить немецкий язык, но мы в Германии не можем получить абитур, да, то есть это вот тот документ, который позволяет дальше поступать в высшие учебные заведения. В государственной школе, например, в Австрии, мы можем получить мотору, да, и поступать в университеты. Достаточно, так сказать, ну, скажем, приемлемой с точки зрения цена-качество, если в Евросоюз хочется с чего-то начать. Польша в этом плане достаточно привлекательная, высшее образование в Польше, в Чехии, вернее, в Чехии оно бесплатное, да, а чешский язык очень быстро выучивается, потому что очень близкие корни славянские, он легко учится. Это вот если так вкратце пройтись, так точечно. Спасибо, Эльвира, теперь наш чат точно. Не знаю, ответил на вопрос или нет. Подзатих немного, можем двигаться дальше по плану. Спасибо большое за ответы. Да, ну вот если опять-таки подводить определенную такую черту под выступлением нашим, да, ну, то есть чем хорошо, опять-таки, важное образование, да, тем, что, во-первых, я уже коснулась этой темы, что 95% взрослых, которые преподают в частных школах, они будут вместе с детьми проживать, и как правило, они будут в себе сочетать. Не только там учителя-предметника, но они еще могут вести или спорт какой-либо, да, или какое-либо еще вот такое дополнительное занятие типа наших кружков. Опять, такие школы очень часто нацелены на то, чтобы ребята в дальнейшей жизни поднимали свою планку, да, и очень, например, популярно получение стипендий в университете, в колледже. И вот последние 2-3 года перед высшими учебными заведениями, перед колледжами, они, как правило, создают такую атмосферу конкурентную, да, где престижным считается именно показывать такие экстра какие-то усилия, знания. В американских школах, в канадских школах ты во время школы можешь еще закрыть кредиты, потому что в университете ты платишь не за курсы год, ты платишь за каждый предмет отдельно. Поэтому в рамках школы ты, так сказать, уже снижаешь свои финансовые затраты родителям, да, и ты можешь, если ты академически правильно рассчитал свое время, закрыть часть предметов, обучаясь в школе. Очень, конечно, богатый такой международный, межнациональный, культурный опыт, но и в том числе ты всегда, в общем-то, сможешь себя попробовать в разных ипостасях, потому что школа тебе дает такие возможности с точки зрения попробовать свои сильные стороны, чтобы правильно определиться с будущей специальностью. Это вот так вот, подводя итоги. Ну и если рассмотреть, например, отдельно страхи родителей, да, у родителей, как правило, там, ой, а вот там вызывает страх, например, церковь, да, там надо ходить в церковь, будут ли промывать мозги там моему ребенку и так далее. На самом деле во всех странах, кроме нашей, то есть религия не отделена от государства, но ни одна школа не имеет права и никогда этого не делает, тебе ничто не навязывает. Вы в одной школе можете увидеть и мусульман, которым отведется угол, где они на коврике могут намаз там выполнять, и опять-таки, и это могут быть и католики, и христиане, то есть здесь церковь никогда у детей вообще не вызывает никаких страхов. Страхи бывают только у родителей. Дальше страхи, ну, наверное, я отнесла, например, если это речь идет о США, Канаде. Ой, это перелеты, это так долго лететь, это так вообще тяжело. На самом деле в эти страны дети, там, не так, как в Англии, там, не 5-6 недель перерыв, да, как правило, дети прилетают только зимой, только летом, и у них такая шутка существует, да, в зависимости от аэропорта. Да, я два фильма смотрю или три фильма смотрю, пока лечу. То есть они измеряют эти перелеты не какими-то там связанными вещами, да, а именно сколько я фильмов во время перелета могу посмотреть. Дети намного легче переносят. Страхи родителей – это питание, да, на самом деле, то есть эти страхи не всегда оправданы, да, всегда существуют какие-то национальные там особенности питания. Конечно, на завтрак не будет там пюрешки с сосисками, да, вот, но во многих школах, вот, если приводить там Великобританию, куда большее число отправляется наших детей, да, то будут предложения и для вегетарианцев, и даже есть школы для сыроедов, да, то есть, как правило, очень такой независимый контроль каждые два года школа проходит, в том числе и качество питания. Но еще, например, страхи у родителей бывают связаны с результатами, да, вдруг у ребенка не получится, что делать, а можно ли вернуться, да, всегда есть точка возврата, бояться этого не надо, это не приговор, когда вы отправляете детей, во-первых, когда что-то не получается, всегда, во-первых, можно помочь, и самое тяжелое время – это первые шесть месяцев надо пройти период адаптации, дальше уже легче. Еще один страх у родителей связан, ой, это будет одиночество, уже ребенок там будет без поддержки, семью забудет, будет переживать, но при нынешних технологиях, так как наши дети умудряются, даже когда они уезжают по программу обмена в США, где нельзя каждый день разговаривать с родителями, потому что ты должен преодолевать языковой барьер и так далее, наши дети умудряются вешать телепосты типа про школу, но все равно с родителями общаются и ватсап, и телеграм, поэтому уж по поводу того, что они будут скучать о родителях, первые три дня, а дальше уже абсолютно нет этих страхов. Поэтому не знаю, ответила на вопрос по страху или нет. А можно я дополню немножечко? У нас действительно сыпались в почту всякие вопросы про страхи. Вот, например, самый популярный. Будет плохо учиться, и как узнать, что ребенок не успевает по каким-то предметам? Я родитель вообще узнаю, что у него что-то не так. Да, ну, опять-таки, в государственных школах вы об этом будете узнавать только в конце, да, и не все государственные школы будут отправлять репорты. Во всех абсолютно частных школах, во всех странах существуют уже родительские порталы. Вы можете заходить, и во многих школах вы видите и дисциплину, и академические усилия, и оценки результаты на этом портале раз в неделю, да, а уж обязательно, когда триместр или семестр заканчивается, будет большой репорт, который в том числе вам будут присылать и в письменном виде на почту. И там будут оцениваться не только академические результаты, но и усилия, которые прикладываются, и коммуникативные навыки, которые выстраиваются со сверстниками. Если были какие-либо наказания, то тоже там это будут. Поэтому эту информацию родители всегда будут получать или через портал, или через письменные репорты. Да, и вот продолжается тот же страх, да, я получаю плохие репорты, мне кажется, что ребенка не пошла учеба в зарубежной школе, что же с этим делать-то в этой ситуации? Да, в этой ситуации, опять-таки, всегда школа, когда отправляет репорт, преподаватели по каждому предмету будут давать свои рекомендации, вот, если, например, опять-таки, мы видим, что, при том, что будут две оценки, то есть оценка по целям, на которые ребенок может учиться, и текущая оценка. Поэтому если мы видим, что ребенок немножко отстает от цели, да, то есть несколько способов. Внутри школы организовать дополнительные занятия, сделать это вне рамках школы, да, потому что в том числе и по скайпу можно заниматься. Поэтому на сегодняшний момент главное вовремя, так сказать, оказать вот эту поддержку, подставить эти костыльки, чтобы ребенок получил импульс, дальше все это выравнивается. Ну и потом, в общем-то, в принципе, существует еще такое понятие, как ревижн, да, то есть когда во время каникул, особенно потому что вот на Пасху, вот сейчас каникулы, которые идут, да, они очень длинные, как правило, там три-четыре недели. И ребята, как правило, вот в этот период остаются, потому что в мае, в июне начинаются МОК, это тренировочные экзамены. И как раз вот они остаются на такой ревижн-курс, чтобы пройти вот этот материал по разным предметам. А к кому, кстати, обижаются костыльками? Так само руководство школы что-то предлагает или к вам там как-то... Ну, очень часто, опять-таки, мы помогаем разобраться, потому что не всегда родители правильно читают репорты, да. В общем-то, зарубежные школы, они очень толерантно излагают эту информацию, и они считают, что достаточно, так сказать, вот они ставят оценки, это могут быть буквенные или цифровые, да, шкала оценивания, вот. Ну и родители считают, ну, ребенка как не спросишь по скайпу, как не свяжешься ли в WhatsApp, как у тебя дела, все хорошо, все хорошо, да. На самом деле за рубежом ни один преподаватель при классе никогда не будет делать замечания, да. И у нашего ребенка, который вырывается из нашей атмосферы, где тебя все время как не дневником, так вызовом к доске, все время унижают, да, и они, попадая в такую атмосферу, им все кажется, что вообще все идеально у них. То есть если меня не спрашивают, то и хорошо, я выполняю домашние задания, значит, я вообще супер-пупер отличник. На самом деле, в общем-то, в принципе, это сигнал, если ты сам не проявляешь инициативу, то преподаватели не особо сильно тебя оценят. Ну и в итоге ребенок во время общения сообщал, что у него все хорошо, а в репорте стоят, например, если это в буквах, там, буква там И, Д, да, и то есть не А, Б, которые там 5 и 4 по пятибалльной системе, вот, что они не отражают эти вещи, тогда родители, оп, а что же такое, все хорошо, да, в репорте это не видно. Поэтому в этом плане мы еще стараемся учить родителей, как правильно читать репорты, на что обращать внимание, что не оценка только одна, лишь самое главное, да, надо, очень важно будет именно твое усилие, потому что перед университетом, за год до университета, учителя дают прогнозные оценки. И вот эти прогнозные оценки очень сильно будут зависеть от тех усилий, которые дети прикладывают. Да, спасибо огромное, Эльвира, за такое важное уточнение. И еще один такой страх, он более бытовой. Мы уже говорили о самостоятельности детей, которые возрастают до небес. Ну вот спрашивают, а как обстоят дела со стиркой, бытовыми вопросами, если ребенок не был особо приучен дома? Вы тут приезжаете? Да, ну, Борис, я думаю, может рассказать о своих деток. А я чисто такое сейчас, прежде чем передам ему слово, расскажу, что в каждой школе вообще существует такая практика, где, если это младшие школьники, то существует такая матрона, такая позиция, когда там все вещи промаркированы, ты раз в неделю выставляешь корзиночку за дверь, в эту корзиночку складываются вещи, а потом ты разбираешь в определенной комнате, где тебе и возвращают и поглаженные уже вещи, и постиранные. Старшеклассникам разрешается делать это самостоятельно. Как там было вот у детей? Пусть Борис расскажет из опыта, как они решали эти вопросы. Уважаемые родители, дайте своим детям немножко той свободы, о которой мы начали с Эльвировой сегодня говорить. Дайте им самим делать то, что они могут и умеют. А не умеют, пусть учатся. А если не научились, значит, попробуйте научить их до того, как они уехали. Но даже если он не умеет стирать свои носки или трусы, а там нет прачечных, хотя, как правило, она всегда там все это есть, не бойтесь ничего, научиться. Что называется, не грудной уже. Вот это тот самый страх, который вам нужно от себя убрать и продать его вообще в сторону. Забудьте про вот эти мелкие вещи, как он там полетел и как он там будет стирать свои носки. Это абсолютнейшая ерунда. Не бойтесь этого. Вы отправляете ребенка не куда-то, а в хорошие страны. И в хорошие школы. И даже если это... В грязном ходить не будет, и в шине заведутся. В шине заведутся. Не бойтесь. Нет, это правда. Я призываю, я и себя так призываю до сих пор, потому что младшим детям 10-11 лет. Пусть сами делают здесь что-то. Если вы не приучили здесь, вы вот продайте свой этот страх от себя и ответьте на тот вопрос, а что вы хотите в результате получить. Начинайте приучать здесь, пусть стирает. И пусть ходит куда-то, и пусть общается. Конечно, если он совсем ручной домашний мальчик или девочка, и вы его хотите бросить там на амбразуру американского или канадского образования, ну, наверное, не стоит так сразу это делать. Но, скорее всего, все будет хорошо. Не бойтесь. Мой опыт показывает, что да, ну, что-то иногда там поныло. Ну, всегда есть, да. Всегда можно отправить на короткий период, да, попробовать, а потом уже на более долгосрочный. Спасибо большое. Да, такой эмоциональный ответ. А у нас тем временем оживился чатик. Спрашивают, есть ли на Кипре хорошая школа. Что скажете про Кипр? Ну, опять-таки, что такое понятие хорошая школа? Опять возвращаемся к цели. Если мы хотим, опять, чтобы это было близко в хороших, комфортных условиях, да, на Кипре существуют международные школы. Если их рейтинговать с точки зрения академической подготовки возможностей, еще дополнительные, которые дают, да. Ну, Кипр не относится к тем странам, которые, так сказать, ну, скажем так, и профессиональные преподаватели такого, скажем, высокого уровня и технологические какие-то новинки, оснащения. Но в любом случае, да, там есть международные школы, там есть школы, которые идут по программе британского образования, то есть British School. Это будет обучение на английском языке, вот. Но у меня было несколько клиентов, в которых мы забирали с Кипра. Одного учили в Англии, второго отправили в Америку, то есть родители не остались довольными. Но для адаптации, для того, чтобы постепенно двигаться и дальше куда-то, так сказать, пластик такой, как транзит, да, можно рассматривать, в том числе и Кипр. Спасибо. Наш чат снова временно затих, так что можно продолжать проговаривать. Ну, в общем-то, у нас по времени мы прошлись уже по всем вещам, поэтому по презентации мы закончили. Если, например, есть еще какие-то дополнительные вопросы, мы можем дополнительно еще ответить. Но исходя из, например, там, истории, могу пока там, опять-таки, какие есть вот истории, скажем так, я не знаю, успеха, я не люблю это слово успех, да, потому что успех это всегда можно подводить уже в более взрослом состоянии. Скажем так, истории преодоления, да, и как, например, некоторые родители комбинируют, потому что вот была история, когда мальчик начинал учиться, достаточно закрытый мальчик, он после болезни со спиной, родители очень переживали, единственный сын у ребенка, он начинал учиться в частной школе в Великобритании по программе GCC, и не так легко ему давалось это обучение, большей частью тяжело ему было выстраивать отношения со сверстниками. Ну и после того, когда он закончил уже двухлетнюю программу GCC, встал вопрос перед последними двумя годами, перед поступлением в университет, мы с родителями рискнули, отправили его в государственную школу, в Канаду, экономили и родителям бюджет, да, и мальчику дали возможность жить не в резиденции, а проживать в семье. Почему мы пошли на этот шаг? Потому что во время коротких выходных он в Великобритании, например, на экзит-викенд уезжал в семью и очень всегда хорошо, быстро находил язык со взрослыми людьми. И вот этот, так сказать, эпизод послужил толчком, что мы когда с ним проговорили, он сказал, я с удовольствием буду жить в семье, мне со взрослыми людьми, ну, больше я комфорта испытываю, чем со сверстниками. И за два года в канадской государственной школе ребенок просто расцвел. Потом мы уже выбирали с ним между университетом и колледжем, и так как он выбрал для себя специальность геймдизайн, в школе, в государственной он имел возможность на факультативе уже делать определенные проекты. Он выбрал колледж, и буквально в октябре месяце пишет письмо маме, мама больше не присылает деньги, я могу зарабатывать уже себе сам. Мама прилетает и говорит, что же такое, как это он может зарабатывать, чем он может зарабатывать, чем он там таким занимается. На самом деле канадские колледжи хороши тем, что существуют программы кооп, то есть кооперейшн, да, то есть ты во время учебы один семестр можешь посвящать оплачиваемой практике тебе, за эту практику платят деньги. И, как правило, ребята потом с работодателем, особенно в такой сфере, как геймдизайн, они поддерживают отношения, делают проекты удаленно, поэтому парень вот так вот получил опыт. Вот, казалось бы, дорогое частное образование и государственная школа Канады. Ты всегда стараешься идти от того, что из себя представляет ребенок, и от тех целей, которые мы пытаемся решить. Вот такие есть истории. Спасибо большое. Очень интересно, особенно про перевод. Вот в середине года, как я поняла, насколько это вообще было трудоемко и сложно? Ну да, но так как, в общем-то, в принципе, достаточно долго уже в этой индустрии, то больше опираешься на то, что достаточно много партнеров, с кем можно вести переговоры, договариваться, то, что мы знаем, какая школа каких детей ожидает, и мы стараемся и детей подготовить, и чтобы школа тоже ценила ребят, которых мы отправляем. Поэтому вот в такой дружной сцепке, в таком треугольнике всегда эффективно выстраивается работа, от этого выиграют все. Школа получает детей, которых они хотят видеть, потому что мы выбираем не по рейтингам, не по каким-то там названиям, а мы стараемся, чтобы школа соответствовала целям ребенка, да, потому что, когда ребенок живет без родителей, здесь не бренды играют роль, и не место в рейтинге, а ту задачу, которую школа выполняет. Поэтому вот в этом и заключается наша профессиональная экспертиза, что родители видят информацию из источников интернета, и не всегда будут знать атмосферу, и что там творится, да, потому что на сегодняшний момент, к сожалению, нельзя там идеализировать там зарубежное образование, да, и в американских школах существует такая проблема, как буллинг, в британских школах существует такая проблема, как суицид, да, то есть тоже есть разные такие вещи. Наша задача, чтобы мы знали, в какой школе какая атмосфера, и отправляли наших детей туда, где не будет никаких вот таких дополнительных стрессов и нервных каких-то вещей. Я, кстати, совершенно согласен с Вирой по поводу вот выбора пожить в семье или где-то вместе со сверстниками, это все зависит от конкретно ребенка. Я привел пример своей дочери, выбирали, где можно, были варианты, что можно жить со сверстниками, но в результате предпочтение было все-таки проживание в семье, чтобы было проще. Это нужно узнавать, это нужно, естественно, ориентироваться на и психологию своего ребенка, и на то, какая школа, и какая задача в конце концов ставится. Не обязательно общаться 24 часа в сутки, иногда это совершенно не обязательно. И проживание в семье, оно более комфортно может быть, чем где-то вместе с другими. Спасибо большое, Эльвира и Борис. Упомяну, опять же, наших партнеров, благодаря которым мы смотрим этот замечательный марафон, вот сегодня последнюю его встречу. Это компания «Эксперт по зарубежному обучению» Старая Академия, и к ним мы пришлем ссылку на них в письме, который будет после вебинара. К ним можно обращаться по частным случаям. Видите, вот они уже 20 лет помогают устраивать детей в школы, где им будет комфортно, это очень важно. В конце концов, комфорт не менее важен, чем какие-то академические знания. Сейчас я посмотрю на наш чат. Так, я пропустила начало, как найти ваши контакты в помощи... Ну вот, кажется, я сейчас ответила на вопрос Любови. Мы обязательно эти контакты пришлем. Да, да. Мне кажется, сегодня мы охватили просто какое-то огромное количество вопросов и, возможно, помогли разобраться с какими-то базовыми страхами, подвинули людей поближе к принятию окончательного решения, и те, кто будет склоняться к зарубежному обучению, смогут обратиться к нашим партнерам. Спасибо большое Борису и Эльвира. Можно еще раз резюмировать с точки зрения бизнеса? Нужно. Эльвира абсолютно правильно говорила, что процесс адаптации, выбора и выбора свободы, в том числе, не такой простой. Родители, уважаемые, совершите четыре простых действия. С точки зрения бизнеса это покупка и продажа. Продайте свой страх для себя, а потом свое спокойствие продайте своему ребенку. А потом купите ему образование. Обращайтесь в старые аккредиумы, и там они реально помогут. Я с этой компанией тоже много лет знаком, и это реальные профессионалы в плане выбора и подбора, и о том, что сегодня говорила Эльвира, в плане того, какая школа, какая страна, и каждому ребенку это может быть свое. Я желаю вам удачи. Спасибо большое Борису. Каждая история должна быть индивидуальной. Спасибо всем нашим замечательным спикерам, нашим замечательным партнерам Star Academy. И мы, собственно, Family 3, очень рады были стать площадкой, стать ведущими и пригласить наших любимых экспертов для того, чтобы этот марафон состоялся. Желаю всем успеха, спокойствия. Спасибо. Спасибо большое. Рады помочь. Поэтому мы здесь не столько продажами занимаемся, сколько помогаем детям, так сказать, строить жизнь. Вот это точно. И всем дачных кирпичиков для построения жизней. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо, Эрин. До свидания. Всего доброго. Спокойной ночи всем. Обращайтесь, если можем чем-то, поможем. А мы контакты дадим. До свидания. Спасибо большое. Спокойной ночи. Спокойной ночи всем.